Упражнение, которое называется «Ничего лишнего». Суть его заключается в том, что вы прижимаете баре только те струны, которые вам действительно нужны. Например, вот у нас аккорд есть ми минор, е, м на седьмом ладу. И здесь понятно, вот вторую, третью и четвертую струну, их играют вот эти вот пальцы. То есть первый палец с баре нам не нужен. Поэтому мы смело кладем первый палец на шестую, пятую и первую струну. И вот у нас звучит очень чистый аккорд. Если я сейчас уберу вот эти вот пальцы, то вы увидите, что эти не звучат. А вот пятая, шестая и первая звучат идеально. А вот эти не звучат. Потому что я знаю, что у меня вот эту функцию звучания переношу на вот эти вот пальцы. Это очень помогает руке быть расслабленной и не перенапрягаться. То же самое, например, аккорд Б, Си мажор. То же самое. У меня звучат первая, вторая и шестая на баре. А вот эти вот, вот так вот звучат. Но если я прижму вот эти три пальца, то они уже звучат. Поэтому очень полезное упражнение это уже для продвинутых. Когда вы берете на пятом, на седьмом ладу аккорд, вы можете брать любые аккорды, которые придумаете. Я вам предлагаю начинать с сетки Ми мажора Е и сетки Ля минора АМ. То есть и вот фактически берете Ми мажор, передвигаете на любой лад. Допустим, баре на седьмом. Значит, эти пальцы будут начинаться с восьмого, девятый, девятый. Установили, так сказать, Ми мажор, начиная с восьмого лада. И на седьмом ладу прижали вот эти вот три струны на неполном баре. Потом передвинули на шестой лад, на пятый. И всегда контролируйте, чтобы эти у вас не звучали. Чтобы не было такого, что вы жмете всем пальцем, а еще и так уже судороги палец сводит, а вы еще там пытаетесь что-то дожать, тогда не звучит вообще ничего. А если весь вес перенести на эти пальчики, а первым пальцем только легонечко выжать то, что ему нужно, то тогда у вас рука будет очень расслаблена. То есть суть этого упражнения заключается в том, чтобы отдать весь вес остальным пальцам, которые играют, а первый палец у нас как бы является поддержкой, подпоркой. Потому что люди, которые не очень хорошо разбираются, они делают наоборот. Они всю ответственность и всю тяжесть посылают первому пальцу, чтобы он хорошенько тут все жал, а потом доставляют еще остальное. И в итоге очень сложно, чтобы аккорд прозвучал чисто. А самое сложное, это чтобы ваша рука к концу произведения не отвалилась или ее не свело судорогой.